Маленькие монстры! Ну что же, ликуем! Леди Гага наконец-то представила клип на композицию, самую-самую любимую песню 9-1-1, которая переводится как 9-1-1. Наконец-то фанаты были услышаны, потому что эта песня стала просто гимном альбома Хроматика. Многие от этой композиции сходят с ума, и безумно приятно, когда артист прислушивается к своей аудитории и снимает клип на всеми любимую песню. Я признаюсь честно, что предварительно уже посмотрел клип, потому что я хотел именно эксклюзивной вот этой премьеры, которая была в 19.00, но я застрял в пробке, ехал в транспорте, смотрел с дрожащими руками, эмоции зашкаливали, потому что такое впечатление, будто бы образ клипа Джудас завернули в упаковку в стиле Аладдина, там, 15-16 века, средневековья, и в то же время мы увидели рекламу LG и Armenian Film Festival, хотя я так понял, что вообще образы на клип были вдохновлены одним армянским фильмом, историей. Короче, есть что обсудить, давайте смотреть, ставить свою оценку от 1 до 10, погнали! Ребятушки, привет! Безумно рад вас видеть на моем канале. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Богдан, это Беспалов Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7, о музыке и главных новостях из мира шоу-бизнеса, поэтому обязательно подпишись! Стань частью нашей интернет-ми, будем вместе покорять пространство Ютьюба. Ой, просто-просто день премьер неожиданностей! Вчера, значит, украинская певица Тина Карль презентовала целую трилогию, большой такой музыкальный фильм, в котором тоже есть очень такие эпичные, масштабные моменты, и ты просто замершим дыханием такой... Что?! И тут прям Леди Гага добивает всех и вся, и выходит на арену с композицией 9-1-1. Неожиданный клип, крутая история, мне кажется, что это некая ностальгия по старым добрым временам, когда Леди Гага выпускала эпичнейшие клипы, была самой обсуждаемой звездой в мире, и я это говорю не потому, что я был там маленьким монстром, и до сих пор преданный фанат Гаги уже на протяжении 10 лет... Боже, уже больше 12 лет! Неужели так время быстро бежит? Короче, просто это факт того, что Леди Гага просто доминировала на рынке в период с 2009 по 2011-2012 год. Но потом произошел некий спад, альбом арт-поп несколько не зашел, ушел на некое угасание карьеры, и в народе даже называли альбом арт-флоп. Потом была некая реинкарнация, нет, даже не реинкарнация, было перерождение, и тут выходит Эра Джоан, все под гитару, все, значит, со шляпой такой большой. И я такой вначале, что, Кантри Дива, Тейлор Свифт, исполнение Леди Гаги, ну, то есть как-то несочетание. Я знал, что Гага лирический персонаж, и она умеет делать абсолютно любую музыку, но в то же время, ну, как-то уж слишком, там, прям такой нежданчик получился. В принципе, неплохая Эра, там были классные треки, Million Reasons, там был Perfect Illusion, который, к большому сожалению, не зашел, и мега-драматическая лирическая композиция, которая называлась Джоан, которую она посвятила своей умершей тетушке. Короче, такая драматичная нотка. У Леди Гаги были достаточно такие переломные периоды в карьере, и потом ба-бах! И залетает к нам хроматика спустя аж 4 года, 4 гребаных года. И все это совпадает с карантином, значит, коронавирус, люди в паниках, никто не знает, что делать, и музыка Гаги исцеляет. Гага призналась недавно журналу Billboard о том, что этот альбом ее исцелил, и у него даже были мысли о самоубийстве. Не знаю, насколько это правда, или это такая некая пер-компания, драматизм, или действительно Гага настолько чувствительна и настолько сопереживательный персонаж, что ей крайне тяжело справляться с какими-то проблемами, обстоятельствами. Who knows? Без понятия. К сожалению, мы не в ее близком окружении, чтобы ее поддержать, как-то направить, но всю фанатскую любовь можно всегда передать с помощью YouTube, социальных сетей, и вывести трек, клип, тренды, все что угодно. Поэтому я думаю, Гага еще долго будет держаться, этим клипом она подтвердила, что она еще доминирует на рынке, у нее есть все шансы возродиться, как Phoenix. Давайте посмотрим, в связи с новыми правилами на YouTube, касательно авторских прав, я не могу использовать целиком клип в своей реакции, потому что иначе это нарушение тех же авторских прав. Соответственно, клип, мой ролик, могут забанить, заблокировать, кинуть, страть, да все что угодно. Поэтому во избежание таких мелких, но все же неприятностей, мы с вами выберем самые сочные кусочки, смотрим по 5 секунд, стопаемся, обсуждаем и ставим свою оценку, определяя это топ или флоп. Боже, я просто, просто, просто в предвкушении. Еще раз хочу посмотреть, потому что когда я ехал в транспорте, вроде как бы я внимательно смотрел, но в то же время хочется все эти символы рассмотреть, как в далеком 2009, когда ты с первого раза не хаваешь, не понимаешь вообще, что произошло, и потом начинаешь просматривать клип раз за разом, раз за разом, откопать там символизм, сюжетную линию и так далее. Здесь как раз те же самые ощущения, эмоции, для меня это, ну прям просто милота, вот правда вам скажу. Давайте посмотрим, поделимся впечатлениями и, собственно говоря, не будем тратить время, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok то, что мы с вами видим в начале, это очень соответствует эре хроматики, все эти загадочные мелодии сказочные, которые были на альбоме, интро, потом эта пустыня, которая настолько дает огромнейший объем, ты погружаешься как будто бы в сказку, есть определенный образ, привязка сразу к браслету на ноге, значит эти замечательные фрукты, значит этот темный наездник, все это поглощает тебя, и ты прям не можешь оторваться, тебе интересно, что будет дальше, и потом переход у нас идет на клип, идут... Чувак, который все время падает, бьется головой о подушку, это очень забавно, знаете, такой некий сюрреализм, постмодернизм, называйте как хотите, но чем нестандартнее в наше время, чем фриковее, чем необычнее, тем больше заходит человеку, то есть, я заметил такой параллель, что чем банальнее, чем типичнее и привычнее, человек не запоминает, но когда это выходит за какие-то рамки человеческого сознания и восприятия, сразу эффект такой, вау, знаете, и вот этот эффект вау как раз присутствует всегда, ну не всегда, но в основном большинство клипов Леди Гаги, давайте смотреть дальше. Во-первых, сразу видно, что это средневековье, исходя из костюмов, цветовых гамм, и все стилизировано действительно под фильм, под сказочных персонажей, это действительно средневековье, потому что нас даже в школе учили, что средневековье выделялось достаточно темной эпохой, но в то же время были всякие ампиры, эти сумасшедшие прически, эти сумасшедшие луки, и все это мы видим в клипах Гаги вот прямо сейчас на композицию 9.1.1. Есть плавность, есть уверенность, она четко, органично в этом образе, наверняка она настраивается, входила в это состояние эмоциональное, чтобы соответствовать, чтобы передать зрителю определенную эмоцию. Здесь, мне кажется, на протяжении всего клипа она заложник самой себя, хотя об этом поется в песне, но с помощью своих перепадов, таких эмоциональных в клипе, где она очень такая плавная, сбалансированная в движении, потом ее резко колбасит, это все сделает для того, чтобы зритель прочувствовал психоэмоциональную нестабильность певицы. Я прям действительно очень сильно одушевлен, ну, это радует, я давно не испытывал таких эмоций от просмотра. Эти персонажи, это просто нечто, и та, которая пеленает ребенка, типа, и тот, который бьется все время головой о подушку, и тот чувак, который в течение всего, значит, клипа с длинными волосами, и он прям держит на привязи Гагу. Это все настолько органично, эпично, боже, я не знаю, как анализировать, как подбирать слова, когда тебе безумно, безумно нравится то, что ты видишь прямо сейчас. То, как она витает в облаках, в возвышении, потом резко падает на землю, потому что она на привязи все время у нашего длинноволосого мужчины, говорит о том, что Гага лишний раз акцентирует внимание, насколько она стала заложницей своих эмоций этого царства. Я так полагаю, что ее эмоциональное состояние и есть это царство. То есть, это такой некий образ литературный, визуальный, которым она пыталась показать, что происходит в голове у нашей замечательной леди. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам есть что обсудить, особенно этот момент, где в нее что-то вставляют, дабы убить, и она резко просыпается, и на самом деле она попала в аварию со своим бойфрендом, и у нее истерика «Эммонзайн, эммонзайн, эммонзайн!» Я не умею так повторять, как Гага, вживаться в образ, наверное, но это неожиданный переход. Мне нравится то, что подошли достаточно не банально к сюжету, а действительно покреативили и показали, что пока Гага была в отключке, это все нарисовалось в ее голове, на самом деле все окей. Ее спасают, с ней будет все замечательно, и тут такой нежданчик Armenian Film Festival, что означает армянский кинофестиваль, либо выступил спонсором и интегрировал туда рекламу, либо же Гага в любом случае как-то участвует в рекламной кампании этого кинофестиваля. Но вообще очень приятно, что армянскую диаспору подключили к такому большому артисту, точнее, не диаспору, а именно армянский кинофестиваль, потому что я обожаю Гагу, я обожаю армяне, и дорогие армяне, кто меня еще смотрит и не забыл за меня, спасибо вам большое, я, да, сделал небольшой перерыв, не снимаю сейчас реакции на армянские клипы, но в скором времени я обещаю реабилитироваться как можно быстрее. В общем, все замечательно, потом реклама у нас пошла Элджи, Элджи, ненавязчиво, нативненько, но сразу слишком палим, на что это реклама Элджи. Кстати, Элджи прорекламировали Элджи, это интересно. В общем, по моим впечатлениям, еще раз повторюсь, что Гага с помощью этого псевдоцарства показала, какой хаос творится в ее голове, и она заложена к своих эмоциям, своего состояния внутреннего. Однозначно, 10 из 10 этот клип меня вернул в далекое прекрасное прошлое, где я просто с трепетом ждал клипы Леди Гаги, и я просто собирал, как маленький маньки монстр, и ожидал этого сумасшествия, что же я увижу в следующий раз. Это воспитало целое поколение, и меня радует, что спустя столько лет Гага не теряет формы, и продолжает нас удивлять замечательными работами. Просто идеально, просто прекрасно, ностальгия по The Fae Monster, ностальгия по Born This Way, но при этом привнесли каких-то новых красок, чего-то свежего, чего-то нового, более интересного, модернового, просто вот так вот. От меня десяточки, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого клипа, какую дадите оценку, и вообще, о чем этот клип на ваш взгляд, и какие образы Леди Гаги вам понравились. Я знаю, что тебе зашла эта реакция, поэтому обязательно подпишись, стань частью нашей интернете, и будем вместе покорять пространство Ютуба. А я не прощаюсь, говорю, до скорых встреч, где, конечно же, на Беспало Мьюзик.